Акцент на пирамиде Пенсионная система зависит от множества факторов, характеризующих современное развитие общества и в целом. В этой связи пенсионная система часто вынуждена реагировать соответствующим образом на различные изменения как в демографической, так и в социально-экономических ситуациях, складывающихся в стране на сегодняшний день. С момента первых этапов реформы в системе пенсионного обеспечения Кыргызстана прошло уже много времени. И за это время можно наблюдать значительные изменения в пенсионной системе. Так, чтобы рассказать, что же конкретно изменилось в пенсионной политике Кыргызстана, мы пригласили начальника управления пенсионной и тарифной политики Джилдес Кулджанову. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Уважаемые телезрители, напомним, у нас работает телефон прямого эфира 59-20-55, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы по сегодняшней теме. Итак, давайте приступим к нашей беседе. Джилдес Кулджпековна, расскажите, пожалуйста, как и когда началась реформа в пенсионной системе Кыргызстана? Здравствуйте еще раз, дорогие зрители. Позвольте вам рассказать более подробно о пенсионной реформе, какую работу проделывает социальный фонд. Начиная с обретения независимости социальным фондом начатой реформы в пенсионной системе, это началось с того, что был принят закон о государственном пенсионном социальном страховании, в котором утверждены принципы социального страхования при назначении пенсии, установлен возраст выхода на пенсию, установлена пенсионная формула, ну и многое другое. И если остановиться подробно на этапах реформирования, то нужно сказать, что по итогам реформирования пенсионной системы в настоящее время она состоит из обязательной солидарной системы с условно-накопительными считаниями накопительного компонента и добровольного накопительного компонента. Если подробнее остановиться на них, что значит обязательная солидарная система? Это значит, что работающие граждане за них и они сами уплачивают страховые износы по установленным ставкам тарифов страховых износов. И в зависимости от уплачивания страховых износов формируются их будущие пенсии. Пенсионная формула состоит из базовой части пенсии, первой страховой части пенсии. Это в основном охватывает советский период, то есть до 1996 года. После 1996 года социального фонда был внедрен персонифицированный учет, одним из первых на пространстве СНГ. То есть на каждого застрахованного лица был введен персучет, и где ему выдается персональный идентификационный номер, и на котором отражаются все накопления, вся информация, которая нужна пенсионной системе. Вторая страховая часть, это вот уже, как я сказала, после введения персонифицированного учета, это все те взносы, которые уплачены в социальный фонд. Основные ставки тарифа страховозносов на сегодняшний день установлены на размере 27-25% от заработной платы каждого индивидуально, конечно. Но тоже надо отметить, что в начале реформ эти ставки были в размере 39%, и вот с учетом реформ нам удалось снизить их почти на 12%, и при этом большее снижение произошло за счет работника. То есть с работодателя уменьшилось отчисление ставка, а на работника она повысилась, потому что у работника должна быть ответственность за свое пенсионное будущее. Также был введен в 2010 году накопительный элемент в нашу систему. Он был введен для повышения привлекательности пенсионной системы, и чтобы в будущем пенсионеры имели еще одну часть пенсии в дополнительном виде накопительной части пенсии. На сегодняшний день пенсионные накопления в общем составляют около 18 миллиардов сумм, и каждый сумм был приумножен на 70 тынов. То есть если 10 миллиардов – это страховые износы, то 8 миллиардов – это инвестиционный доход. Доходность по инвестициям составляет более 12%. В основном мы вкладываем это в государственные ценные бумаги, и вот в этом году, за последние два года, мы начали вкладывать депозиты в коммерческие банки. И вот следующим этапом, что у нас произошло, вот какие достижения можно сказать, что мы ввели прямую формулу индексации пенсии. Если раньше повышалось по разным механизмам, что вызывало негодование то одной категории, то другой категории, то есть сейчас у нас есть прямая формула индексации. Она зависит от роста заработной платы за предыдущий год и индекса потребительских цен за предыдущий год. То есть мы когда делаем индексацию, то берем два этих показателя, и на эти показатели мы делаем индексацию пенсии. То есть чем больше ваша пенсия, тем больше будет ваша индексация. Также можно сказать, что ваши все накопленные страховые износы, они тоже ежегодно индексируются на уровень инфляции. То есть это для чего делается? Чтобы все вот эти ваши ввесы, когда они накапливаются, они не потеряли свою покупательную способность. И при выходе на пенсию, их стоимость не потеряла актуальность. Для этого тоже она делается. Прошу прощения, Джилда Склачпекова, у нас есть телефонный звонок. Итак, у нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Как вам такой вопрос? Вы знаете, я раньше была военнослужащей, но вы знаете, как военнослужащие 20 лет должна быть безлога лет, но у меня 20 лет, так как не вышло, пенсионные отчисления у меня не шли. И будут ли мои 9 лет начисляться на пенсию? Хотя, вы знаете, военные в то время отчисления не отчислялись. Да, вопрос ваш понятен. Спасибо большое. При этом еще можно сказать, что мы учтем стаж, время по уходу за ребенком, но не более 6 лет. Если она принесет свидетельство о рождении детей, то этот период тоже будет учтен только для определения права. Но именно для исчисления будут учтены только те взносы, которые были за нее сделаны. Или самой, или работодателю. Замечательно. Вот мы говорили про добровольную индивидуальную накопительную систему. Это получается, что граждане выбирают ее добровольно, на добровольной асфоте. И много ли граждан, которые выбирают именно такую систему? Да, надо было вначале объяснить, что наша система пенсионная, о которой я рассказываю, это обязательная система, в которую должны обязательно отчисляться страховые взносы и потом назначаются пенсии. Что касается добровольной, то это следующий уровень пенсионной системы. В нее, конечно, граждане могут сами добровольно выбрать накопительный пенсионный фонд. Сегодня у нас единственный накопительный пенсионный фонд Кыргызстан. Они могут туда подать заявление, заключить с ними договор и в будущем получать через них пенсию. При этом в нашей государственной пенсионной системе тоже предусмотрена добровольная уплата страхового взноса в размере 8% пенсионный фонд и 2% государственного накопительного пенсионного фонд. То есть те люди, которые, даже вот эта женщина, которая сейчас звонила, те люди, которые сидят дома, в основном домохозяйки или кто-либо, они могут, чтобы наработать себе стаж и в будущем выйти на пенсию, уплачивать добровольный страховый взнос именно в социальный фонд. Спасибо. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вот, например, пенсионная политика. Я в вооруженном телах, я вот в вооруженном телах проработала 12,5 лет. У меня еще есть гражданская должность. У меня 6 детей, у меня не хватило пенсии. Мне могут на типе пенсии или нет? Спасибо большое. Да, вопрос понятен. Просто, да, вопрос понятен. Необходимо объяснить, что у нас общий установленный возраст выхода на пенсию для женщин это 58 лет, для мужчин 63 года. Военные, у них неограниченный возраст, у них главное, чтобы была выслуга лет, и они могут выходить. Но у нас еще одним условием является возраст. То есть при наступлении вами общий установленный возраст, 58 лет, если у вас есть отчисленный социальный фонд, и плюс, как вы сказали, это военная служба, и уход за детьми, это все будет учтено, и, конечно же, вы можете получить пенсию. Только при наступлении общего установленного возраста. И вот о пенсионном возрасте. Как вообще определяется этот показатель? В Кыргызстане для мужчин это 63 года, а для женщин 58 лет. Этот возраст у нас был введен еще в 2008 году. Необходимо отметить, что много вопросов задают, не собирается ли Кыргызстан по аналогии с Российской Федерацией повышать пенсионный возраст. Я однозначно могу ответить, что нет, мы этого не собираемся делать. Но необходимо ответить, что вообще продолжительность жизни Кыргызстан по аналогии с Российской Федерацией, да и во всем мире, она растет. Если, например, раньше 50-летние считались уже пожилыми, то по данным Всемирной Организации Здравоохранения, то эти возрастные все категории, они давно передвинулись. То есть 45-60 лет это считается еще молодой, 60-75 это старший возраст, 75-90 это уже старые, и более 90 это глубокая старость считается. То есть ориентироваться на те советские возрастные категории уже не стоит. По сегодняшним меркам, наверное, все уже видят, что нация молодеет, то есть продолжительность жизни растет. И еще хотелось бы сказать, что многие возмущаются, что вот такой возраст установлен, 58-63, мы вот выйдем и потом поживем мало лет, и потом все умрем, а наши пенсионные накопления останутся. Хотела бы сказать, что мы, когда рассчитываем пенсию, мы берем возраст после выхода на пенсию, потому что на возраст, на продолжительность жизни с рождения влияют очень многие факторы. Например, это младенческая смертность. В основном это, когда рождаются по статусам данным, очень много рождается мальчиков, но при этом их младенческая смертность высокая. Потом в юношеском возрасте тоже много мальчиков умирает, и вот в возрасте 45-60 лет тоже по статистике видно, что мужское население как бы уходит. Но в любом случае из 10 человек 9 женщин доживают до пенсионного возраста, и 7 мужчин доживают до пенсионного возраста. То есть все те накопления, которые они произвели, они в любом случае получат, и даже больше с учетом ежегодных индексаций пенсии. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать так. Человек проработал 43 года, имея старт. Получает пенсию, всего 3 тысячи ему начислили. Как можно на эту пенсию прожить? Спасибо большое за звонок. А он не может работать дальше по состоянию здоровья, он не может еще где-то работать. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Конечно, на 3 тысячи сомов это очень трудно прожить, мы это все прекрасно понимаем. Но мы же сказали, что у нас введены страховые принципы назначения. То есть, сколько ты уплатил, столько ты получишь. Получается, у этого человека, наверное, была очень маленькая заработная плата. Или, например, учитывая, что 43 года, то есть, у него был советский стаж. В этом советском стаже, может быть, какие-то периоды не подтвердились. То есть, если скажут фамилию и данные, то мы могли бы разобраться по этому делу. Замечательно. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Мне говорят там, у меня 61 год. 61 год, я документы сдавал в сентябре месяц. Можете фамилию сказать и район, куда вы сдавали? До сих пор у меня там тоже песни не получают. Что-то у нас там. Матраимов Камальдинов, за конечный фамилия. Матраимов Камальдинов. Я в строительстве завода работал. Много лет. Камалдин? Камалдин Абдагалевич. Абдагалевич. И можете телефон оставить, пожалуйста? Абдагалевич. Телефон, телефон, телефон свой оставить. А у меня 770. 80-0-0-12. 80-0-0-12. Все хорошо, Камалдин Абдагалевич. Мы вам позвоним и обязательно ускорим ваше назначение пенсии. Еще, знаете, я почетный, грамотный, везде так тоже получил. Это тоже влияет или нет? Вы знаете, вот, когда мы рассказывали про реформирование, то в целях оптимизации расходов из республиканского бюджета мы упразднили пенсии за особые заслуги. Упразднили пенсии за особые заслуги в 2015 году. То есть назначение этих пенсий сейчас не производится. И еще вот так же вот в целях оптимизации, да, средств республиканского бюджета у нас были введены такие нормы, что базовая часть пенсии назначается только тем, у кого страховая часть, страховая часть пенсии превышает 3 прожиточных минимумов пенсии. Ну, это, например, если где-то 14 тысяч сомов, это будет чисто страховая часть пенсии, то базовая часть пенсии не будет назначаться. То есть базовая часть пенсии, она должна быть социально ориентированной, адресной и даваться как государственная поддержка только тем людям, которые действительно не нуждаются. И индексация пенсии, базовая часть пенсии производится только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсии не превышает прожиточные минимумы пенсионера. А вот на сегодня размер средней пенсии в Кыргызстане сколько составляет? На сегодняшний день средний размер пенсии составляет 5604 суммы. Это с учетом индексации, произведенной в октябре прошлого года. Это только средний показатель по республике, но у каждого он может быть различный. Есть, конечно, у кого-то и 2000, у кого-то и 20000, то есть все это индивидуально. И вот в целях улучшения этих показателей, общих показателей, мы, конечно, сейчас готовимся к следующему этапу реформирования. То есть чтобы это было действительно на чисто страховых принципах. У нас есть очень много проблем на сегодняшний день, которые могут в будущем повлиять на финансоустойчивость пенсионной системы. То есть если подробнее это рассказать, то у нас проблема в том, что происходит сокращение реально уплачивающих страховых взносов. Если по рекомендации Международной организации труда должно быть 3 человека, уплачивая страховые взносы на одного пенсионера, то у нас на сегодняшний день это один человек задержит одного пенсионера. То есть с чем происходят перераспределительные моменты? А почему они происходят? Потому что для каждой категории установлены различные ставки тарифов страховых взносов. Если, например, для бюджетных организаций, хозяйствующих субъектов они установлены 27-25%, то для индивидуальных предпринимателей они установлены в размере от 10% до 3% от среднемесячной заработной платы. В суммарном выражении это получается эти 3% это еще от заработной платы, которая без учета вот этих больших предприятий. Это в среднем получается где-то 300 сом они уплачивают. Если 6%, то где-то 600, более 600 сомов. И 10% от СМЗ, в зависимости от региона это получается. И уплачивая мало страховых взносов, в будущем они, конечно, выходят с маленькой пенсии. И вот такие же обращения, что у него потом маленький размер пенсии, почему вы не повышаете. И еще влияют это крестьянско-фермерские хозяйства. Мы в рамках реформирования пенсионной системы в 2015 году устанавливали ставки страховых взносов для них от среднемесячной заработной платы, с повышением и хоть какую-то часть, чтобы они сами зарабатывали. Но в 2017 году были отменены эти ставки. И мы вернулись в базовую ставку страховых взносов, которые, если в среднем взять, то одну КФХ в год уплачивает 315 сомов. В месяц это получается 25 сомов. И если это уплачивается, учитывая, что в КФХ в среднем это 5 человек, то один человек за себя уплачивает 5 сомов. Когда как организованный сектор уплачивает более 4000 сомов. И потом, когда идет на выплату пенсии, складывая все это в общий котел, из этого котла общего 30% уходит на выплату пенсии этим сельхозтоваропроизведителем. То есть у нас происходят перераспределительные моменты. Конечно же, вызывает негодование со стороны хозяйствующих субъектов. Почему я столько работала, столько отчисляла, у меня такая маленькая пенсия. Следующий с чем, сейчас мы создали рабочую группу под руководством Диорку Кенеша в прошлом году. И разбили на три подгруппы. Это пенсионно-тарифная политика, развитие накопительного компонента и пенсионное обеспечение военнослужащих. И вот в рамках первой подгруппы мы выслушали мнение всех членов этой рабочей группы. Туда входят и депутаты Диорку Кенеша, и представители аппарата президента, аппарата правительства, и общественные организации, и сами предприниматели тоже входят. Сейчас мы подготовили расчеты, обоснования, и в регионах мы проводим информационно-развестительную работу. На прошлой неделе только наши сотрудники съездили в Таласскую область, на Рынскую область, и планируем сейчас выезды в другие регионы с тем, чтобы узнать их мнение, готовы ли они к этой реформе или нет. Но в любом случае, чтобы сохранить нашу финансовую устойчивость, мы должны что-то делать в нашей пенсионной системе. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Мне, правда, ничего не пенсионного, скоро уже подходит возраст. Я работала в России и заметила, что там всех своих россиян они стараются официально оформлять. Я вернулась сейчас домой, хотела устроиться на работу, не могу устроиться официально. Если работать, то не нанимать, но это без договора, и получается, просто работаешь. У нас еще существует, как я поняла, возрастной эксцент очень сильно. Я очень сильно переживаю, что в нашей стране до пенсионного возраста мы не доживем просто. А гражданство у вас крыльское? Кыльское гражданство. Кыльское, да? Понятно. До этого у меня стаж был 19 лет, все исправно платила. Но в данный момент вернулась, хотя он официально работу устроится, чтобы и выплачивать, как чувствовать себя, понимать, что будущее где-то закреплено. Но тут совершенно другая система работает. Мне такое положение показалось, что у нас просто закон не работает на стороне. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Конечно, печально, что у женщин такая ситуация. С устройством на работу, конечно, социальный фонд не сможет, конечно, помочь. Но мы должны сказать, что действительно у самих граждан должна быть ответственность. То есть, когда они устраиваются на работу, они должны требовать от работодателей составления трудового договора, чтобы за них отчислялись страховые взносы. Тогда они будут иметь право на пенсионное обеспечение, на медицинское страхование, на оплату путевок различных. То есть, действительно, люди должны стараться устроиться и получать белую заработную плату. И в части назначения тоже хотелось бы отметить, что тоже много хороших моментов мы сделали. Это то, что с января этого года мы не заставляем уже будущих пенсионеров ходить за документами, за архивными справками. Пенсионеры приносят только трудовую книжку, паспорт, если есть свое рождение, ну и военный билет, если есть. И остальные документы все социальный фонд сам запрашивает. И еще, кроме этого, в целях для того, чтобы к моменту наступления возраста все документы, чтобы были готовы, застрахованные лица имеют право за 6 месяцев обратиться со всеми необходимыми документами социальный фонд. И к тому моменту мы уже все подготовим, и с момента наступления возраста будет назначена пенсия. Еще мы внесли изменения в законодательство в части того, что теперь не обязательно обращаться именно по месту прописки. Можно обращаться по месту временного пребывания, ну при этом просто в злоуправлении, или кто выдает, взять справку, что он там действительно проживает, и все. И региональное управление социального фонда в любом месте, где он проживает временно, они принимают документы и назначают пенсию. Еще вот по итогам автоматизации социального фонда тоже достигнут хорошие такие моменты, что работающим пенсионерам у нас ежегодно производится перерасчет страховой части пенсии. Если раньше пенсионеры брали справку с места работы, потом приходили ее сдавали в социальный фонд, то теперь этого делать не надо. По той информации, которая есть на личном страховом счете, мы автоматически производим этот перерасчет страховой части пенсии. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Пенсионер Гитлурганов. Пишкер. И ваш вопрос? Мой вопрос такой. Я вышел засрочно на 60 лет на пенсию. В соответствии с остатком 35-40 лет. Но я слышал, что до 63 лет вот эта сумма пенсии, которая будет мне зачисляться, в дальнейшем будет удержана. Правильно ли это? Если да, то каков порядок? Спасибо большое за звонок. Вопрос в целом ясен. Я понятен. Да, действительно, когда мы устанавливали возраст в 2008 году, мы также ввели досрочный выход на пенсию. Досрочный возраст выхода на пенсию. Мужчины, если у кого есть 40 лет стажа, то они выходят в 60 лет. Если 35 лет стажа, то с уменьшением размера пенсии. И получается, наверное, у бойки было 35 лет. До 40 лет не доходило. Естественно, наши районы управления это объясняют. Какой порядок, как это удерживается. Это правильно, мы так и делаем. Если, например, стажа не было достаточно, то мы пенсию назначаем с удержанием пенсии. До достижения 63 лет он все равно получает эту пенсию, она индексируется. А потом в течение 10 лет вот эта сумма, которая выплачена за 3 года, она постепенно удерживается. То есть, получается, не сразу, да? Нет, не сразу, она в течение 10 лет удерживается. Спасибо. Итак, у нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Кстати, к сожалению, телефонный звонок сорвался. Вообще, вот в чем суть именно этой реформы пенсионной в Кыргызстане? Что она направлена в первую очередь? В первую очередь это, как я уже сказала, сохранение финансовой устойчивости, усиление страховых принципов. Это автоматизация всех процессов. Сейчас у нас в социальном фонде внедрены 5 блоков автоматизации. Это от сбора страховых носов до назначения выплаты пенсии. И еще хотелось бы сказать, что вот когда уже все назначено пенсия, то по новому законодательству пенсионер получает протокол о назначенной пенсии, где он может увидеть, из какой зарплаты это был произведен расчет, за какой период были уплачены страховоды. В общем, вся информация, которая содержится на его личном страховом счете, и как она была назначена пенсией, все это будет показано в этом протоколе. И по законодательству у нас с 1 июля будет внедрена промышленная эксплуатация в личный кабинет за страхового лица. Вначале мы хотели только, предполагали, что будет в личный кабинет пенсионера, но сейчас мы расширили свои возможности, и сейчас вот делаем все для того, чтобы внедрить в личный кабинет за страхового лица. Что там можно сделать, не приходя в социальный фонд? То есть это уменьшается контакт, физический контакт с нашими оригинальными управлениями. Там можно увидеть, один раз прийти в социальный фонд, конечно, написать заявление, или с паспортом, который есть чип, зарегистрироваться, и все, не приходишь в социальный фонд, ты можешь там увидеть всю информацию на твоем личном страховом счете, также написать заявление на назначение пенсии, на пролонгацию пенсии, это в случае, если там инвалидность или по потере кормильца будет. И вот многие, то есть это будет очень упрощена система взаимодействия с социальным фондом. И мы тоже стараемся в ногу со временем уйти и такие электронные услуги предоставлять населению нашему, чтобы повысить привлекательность пенсионной системы. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос насчет, у меня потеряно, я работала на заводе Ленина, и в детском саду 80-м. И я хожу, не могу найти, вот туда я хожу, они вот только к вам разводят, говорят, мы не знаем это самое. У меня там 4 лет стажа потеряно, и окончание, а училище номер 8, там я год проучилась, и хожу в городской этот самый архив, и не могу там найти корочку. Вот разводят руками, не знаю. Вот это тот стаж у меня тоже потерянный. А вы обращались ли уже в социальный фонд? Да, 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 я несколько раз ходила, обращалась, но... А в какое районное управление вы приходили? Можно вашу фамилию, и в какое районное управление вы обращались? Моя фамилия Есина Лиева Галина. Есина Лиева Зарина. И можно ваш телефон, пожалуйста? 0-559-16-12-58. Все хорошо, мы вам позвоним. Зарина, можно сказать, хочу сказать, что если вы не можете сами найти в архивах, ну, как вот эти документы, то вы сдаете в социальный фонд все те документы, которые у вас есть. Остальные действия по поиску этих документов возлагаются на сотрудников социального фонда. Мы сами будем все это искать. Если вдруг никакие документы не найдутся, то мы будем назначать вам пенсию от установки минимального размера заработной платы. В отдельных случаях она даже бывает выгоднее. То есть, если вот не подтвердились ваши заработные платы или утеряны трудовая книжка, то наши сотрудники назначают пенсию, именно вот первую страховую часть пенсии из минимальной заработной платы. Если, например, у вас 15 лет стажа будет, то это будет браться 200% от этой минимальной заработной платы. До 20 лет будет 250%, и более 25 лет – это 300% от минимальной заработной платы. Да, можно еще задать? Я на пенсии, я вышла на пенсию как-то 2-3 года, и вот эти 4-5 лет стаж я не могу найти. Она у меня утеряна. Хорошо, мы тогда по вашему делу разберемся. Спасибо за звонок, обязательно разберемся. Вот вообще работодатель перечисляет, получается, за своего работника 17%, да? 17-25%. Да, 17-25% от суммы заработной платы. А как вообще регулировать этот процесс? Действительно ли он перечисляет эти проценты в той мере, в которой необходимо? Вот иногда бывает, когда работодатели в целях, чтобы иметь выгоду, да, порою занижают заработную плату работника. Можно ли вот самим гражданам, чтобы не попасть на такую удочку, регулировать этот вопрос или отслеживать как-то? Конечно, отслеживать надо. Надо, как уже говорила, региональное управление социального фонда по месту проживания обратиться, чтобы вам дали на бесплатной основе, выдаются это, выписку из личного страхового счета, и вы там увидите, от какой зарплаты сколько было исчислено. То есть, если действительно не было за вас исчислено, страховый взнос исчислено, то вы, конечно же, уже будете разбираться со своим работодателем. То есть, постоянно отслеживайте свой личный страховый счет. Страховый граждан должны это делать, чтобы видеть действительную картину. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы насчет, вы спрашиваете, надбавка, какие пенсионеры... Алло? Да, да, мы вас слушаем. Вообще, какие пенсионеры в спрашивании добавляются? Спасибо за звонок, именно по партнерам, надбавкам. Да, ну, у нас в законодательстве предусмотрены надбавки к назначенным пенсиям. Они установлены от расчетных показателей и финансируются из республиканского бюджета. Это, конечно же, матери-героини, они получают в размере тысяч часов надбавку. Потом участники Великой Отечественной войны, участники Чернобыльской катастрофы, инвалиды, второй группы по зрению, и, ну, вот, в основном, это категория пенсии. От 50 сомов до 1000 сомов они получают надбавку к пенсии. В принципе, вот, когда вы идете в региональное управление социального фонда, когда наши сотрудники назначают, они сразу видят, какая ситуация, и назначение пенсии производится с этим надбавками. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорили, что будет введена перераспределительная пенсионная модель, но внедрили систему с условно-накопительными индивидуальными пенсионными отчислениями. В чем разница, в чем преимущество последней? Как я уже сказала, у нас так и так действует перераспределительная система с условно-накопительными счетами. Что это значит? Что те взносы, которые уплачивается в пенсионный фонд, они направляются на финансирование сегодняшних пенсионеров. Поэтому они называются условные. И они условно учитываются на вашем личном страховом счете и при назначении пенсии, то есть ваша пенсия рассчитывается на основе вот этих условных счетов. Вот если, например, опять-таки 27-25 они уплачивают, то в пенсионный фонд идет 23% от уплачивания страхового взносов. 2% идет фонд обязательного медицинского страхования, то есть вы страхуетесь на медицинское страхование. 2% идет фонд оздоровления трудящихся, это вот путевки. И 2% идет государственный накопительный пенсионный фонд, который был введен в 2010 году. Вот эти 2% они не идут на финансирование сегодняшних пенсионеров, они накапливаются, инвестируются. И все это учитывается, опять-таки, на вашем личном счету. И при различных условиях они вам выплачиваются. Например, единовременная выплата у нас идет при выезде на постоянное место жительства за границу и наследникам умершего застрахованного лица. И также тем, у кого, например, если страховые взносы будут меньше 15 базовых счетов пенсии, то сегодня это 26 700 сомов. То мы, чтобы эти деньги не держать, им мы отдаем единовременно. А если больше этой суммы, то мы распределяем эту сумму на 3 года и выплачиваем. И поэтому у нас много обращений поступило, что хотели бы получить различные обстоятельства, хотели бы получить эти пенсионные накопления. Мы разработали проект постановления правительства, он сейчас находится в аппарате правительства для принятия. Там увеличиваем пороговую сумму не 15 базовых частей пенсии, а 30 прожиточных минут пенсионера. Если суммарное выражение взять, это получается где-то около более 128 тысяч, если у тебя будут накопления, то ты можешь получить их единовременно. И плюс еще инвалидам первой, второй группы, кто обращается или уже кто пенсионер, они тоже будут, которые оформят бессрочно, они тоже будут иметь право получить эти накопления. То есть, может, человек действительно нуждается в каком-то лечении. И зачем ему держать деньги, пусть он лучше направит их на лечение, ну, во благо себе. То есть, это сейчас только проект, конечно, но мы надеемся, что он приняется по своим правилам правительства. Ясно. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Саламат, че уақыты? Саламат, че уақыты? Мен, сырай, демеет, мишкектер. 2% деген хатсан берет, кайсуақтевет, ауэнде. Че уғы рахмат сұровын сүшін? Это, наверное, вопрос так же понатбавкин, да? Нет, бұл жанамамлекеттік пенсиал топтуму фонду, онча, азрылым, айтыкеттим. Кандай учриллардан берелед. Ушу, беринчі жолу герегіз, абканда, онча жолу, біз барын төлігін ташқылғамыз, бұроқу, анынгейін өзгөрді герегізеп, үшу, эркеттер, 1-10-16-16-16-16-ий жылдан жылға чекнеггелер. Айялдар, 1-10-16-16-16-16-16-жылға чекнеггі айялдар. Сегодня остро стоит вопрос именно по пенсиям мигрантов, за граждане, которые работают за рубежом. Какие действия ведутся в этом направлении? Буквально недавно подписали с Турцией договор, с Южной Кореей. Можно поподробнее о международном сотрудничестве? Конечно, социальный фонд тоже работает в этом направлении. Действительно, с правительством Турецкой Республики подписан договор социального обеспечения, которые предусмотрены равные права и обязанности застрахованных лиц. То есть, те граждане, которые будут... И граждане Турции, которые здесь работают, и граждане Крымской Республики, которые работают там, они независимо от места проживания будут иметь право на пенсию. То есть, пенсия будет состоять из двух частей, Крымской и Турецкой. Если, действительно, конечно, за них они работали по белой, и отчисляли от заработок и платы страховые износы. Мы надеемся, что это даст толчок по снижению неформальной занятости. И, конечно же, это дает толчок развитию экономики стран, заключивших такие договора. И для самих трудящихся, конечно, это очень важно, очень выгодно, потому что те страховые износы, если не будет этого соглашения, то те страховые износы, которые будут, например, выплачиваться в других странах, они не учитываются, например, в Крымской Республике, и в будущем при возвращении в нашу Республику они не будут иметь право. И большинство наших граждан работают в странах ЕАЭС, в Турецкой Республике и Республике Корея. Вот по Турции мы заключили, с Карельской Республикой мы заключили меморандум, то есть те граждане, которые там проработали, отчисляли, они сюда могут, когда они приезжают сюда, они пишут заявление, и накопительный пенсионный фонд Корейской Республики, он перечисляет средства им напрямую, этим застрахованным лицам. По договору с Турецкой Республикой тоже мы будем обмениваться формуляром, назначение пенсии тоже будет производиться на основе них. И, например, гражданин Крымской Республики, который проработал в Турецкой Республике, потом вернулся, он здесь пишет заявление нам, мы отправляем запрос в Турецкую Республику, и Турецкая Республика тоже назначает свою часть пенсии, и напрямую на банковский счет этих лиц будут направлять его пенсию. Также мы работаем, как я уже сказала, много граждан у нас работает в странах ЕАЭС, и вот с этими государственными членами мы сейчас работаем по проекту соглашений, по проекту порядка по принятию норм этого соглашения. Порядок соглашения в основном уже разработан, он уже одобрен Высшим Советом Государственных Членов ЕАЭС, и он направлен на проведение, для проведения внутригосударственных процедур для подписания. То есть сейчас нами разработаны проекты нормативных правовых актов, для того, чтобы мы смогли подписать это соглашение. После подписания соглашения оно будет ратифицироваться, и по условиям этого соглашения, после получения депозитарем, это будет Евразийская экономическая комиссия последнего письменного выставления, оно вступит в силу. Мы предполагаем, что осенью этого года будет уже, надеемся, будет подписание, а в следующем году будет ратификация, и оно уже вступит в силу. Ну, большинство наших граждан, да, в основном работают в России, да, но почему-то по каким-то причинам никак не получается заключить с ними договоры. В чем заключается это? Вот именно по пенсионному обеспечению, получается. Да, в страны ЕАЭС, кто входит, это Российская Федерация, Республика Армения, Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. То есть в этом соглашении будут задействованы все эти пять республик. И, например, если наш гражданин проработает во всех этих четырех республиках и приедет нам и напишет нам заявление, то мы всем этим четырем республикам будем направлять формуляры, чтобы они, вот эти уполномоченные органы, назначили свою часть пенсии. И он будет получать как и кыргызскую пенсию, так, возможно, и российскую, казахскую, ну и так далее. То есть с Российской Федерацией мы уже налаживаем в этом отношении. Получается, не только с Российской Федерацией, а со всеми этими республиками, государственными членами Евразийского экономического союза. А вот сколько вообще человек на сегодня получают пенсию в Кыргызстане? На сегодняшний день более 651 тысячи человек получают пенсию по государственному социальному страхованию. Средний размер пенсии, как я уже сказала, 5600 в 4 суммы. Конечно же, мы понимаем, что это не самый большой показатель. И чтобы увеличить этот показатель и другие критерии, мы будем проводить дальнейшие реформы в этом направлении. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Можете убавить звук на телефоне? Телевизор выстанули, мы берем сахар на твой спор. К сожалению, телефонный звонок сорвался. В рамках реформы предполагалось разделить понятие социального страхования и социального обеспечения. Для чего это необходимо? Потому что люди, когда им говоришь про соцфонд, они понимают, что это просто пенсия. Можно разъяснить этот момент? В нашей республике уже разделены эти две системы. Вообще социальную защиту, это входит и социальное обеспечение, и социальное страхование. Социальным страхованием, пенсионным обеспечением занимается социальный фонд, он проводит реформы, политику определяет, назначает, выплачивает пенсии. Социальным обеспечением у нас занято Министерство труда и социального развития, при введении которого пособия, все пособия, которые существуют в нашей республике. По этим вопросам, конечно, министерство регулирует эти вопросы. И еще одно большое направление именно в пенсионной реформе, это повышение эффективности расходов республиканского бюджета. Какая работа ведется в этом направлении? Как я уже сказала, в рамках последних реформ, то, что мы сделали, это мы добились того, чтобы упразднить пенсии за особые заслуги. Потом вот насчет базовой части пенсии, как я уже сказала, что она действительно должна быть адресной и назначаться тем, кто нуждается в ней. То есть те граждане, у которых страховая часть пенсии, более трех прожиточных пенсионеров, мы им не назначаем. А индексацию базовой части пенсии проводим только тем, у которых общий размер пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера. То есть это на сегодняшний день 4393 суммы. То есть если ниже этой суммы, то мы им индексируем и базовую часть пенсии. И страховая часть пенсии тоже ежегодно индексируется, как я уже сказала, на индекс потребительских цен и рост средней заработки платы по республике за предыдущий год. Вот этот год объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. В рамках цифровизации в соцфонде какие еще мероприятия делаются? Основное это то, что, как я уже сказала, это внедрение личного кабинета. Потом мы эффективно взаимодействуем с Министерством труда, социальное развитие, с Фондом обязательного медицинского страхования через систему Тундук. Потом с Государственной службой миграции. То есть мы ежедневно обновляем наши персональные идентификационные номеры. То есть мы не останавливаемся, идем много со временем. И в этом направлении по информатизации, конечно, очень много сделано. То есть все блоки у нас автоматизированы. Назначение пенсии тоже производится автоматизировано. То есть исключается риск того, что коррупционные риски, например, тоже исключаются. Ну и дальше мы, конечно, будем проводить работу в этом направлении. Замечательно. Вот есть такая категория людей, которые не имеют права получать пенсию. Можно пару слов об этом? Это те граждане, которые вообще не отчисляли страховые взносы, у которых нет страхового стажа, они не могут иметь права на пенсию. Они по линии Министерства труда и социального развития будут получать при достижении мужчин 65 лет и женщин 60 лет пособие по возрасту в размере 1000 сон. То есть, конечно, должно быть стимулировано того, чтобы граждане отчисляли страховые взносы, получали в будущем какую-то надежность в виде пенсии. Чем больше будут они отчислять, тем больше будет пенсия. Это же вообще хорошо, когда ты получаешь свою пенсию и ты не зависишь от других. Спасибо большое, Джилда Склачпековна. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Уважаемые телезрители, это была программа «Акцент» на канале «Пирамида». С вами на все времена. Продолжение следует...